Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Hyundai Porter 1 серия 2.5 турбодизель. На этом автомобиле мы заменим ремни ГРМ и балансировочного вала. Использовать будем ремни фирмы Sun, а ролики будем использовать оригинальные. Также мы поменяем приводные ремни, там их три штуки. Два идёт на помпу, на генератор, и один идёт на насос гидроусилителя. Для этого мы сейчас открываем кабину с пассажирской стороны. И видим вот такой вот двигатель. Двигатель здесь стоит, как раньше на Pajero устанавливался, на Delica. Маркировка его японская, 4D56. У корейцев у него маркировка своя. Двигатель отличный, откатанный. Единственное, он не любит больших оборотов. А так, на ходовые качества он очень ходкий. Снимаем сиденье водительское. И снимаем крышку с водительской стороны. Чтобы нам было возможно снять патрубок, снять диффузор, снять вентилятор уже и добираться до ремня. Крышку ГРМ снять, ремни поскидываем. Кстати, ремни мы новые поставим. И заменим уже ремешок ГРМ. Приступаем. Сиденье у нас крепится четырьмя болтами на 12. Откручиваем их. Открутили сиденье. Теперь мы откручиваем вот этот саморез и вот этот саморез. Снимаем чехол ручного тормоза. Ручник нам надо будет отключить. И откручиваем болты. Здесь получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь болтов открутим и снимем вот эту часть крышки. Откручиваем. Болты на 12. Болты открутили. Теперь раскручиваем сзади вот эту гаечку, контргайку, которая у нас держит трос ручного тормоза. Здесь же можно, если что, маленечко и регулировать. И снимаем крышку. Трос у нас останется на месте. Здесь еще разъем подходит. Отключаем этот разъем и можем уже снимать крышку. Снимаем диффузор. Он из двух частей состоит. Вот этот экран. Он сдвигается. Вот я его сдвинул. Видно, из-за цепа он вышел. Теперь мы его стягиваем. И выводим. Можно сразу снять патрубки, потому что нам их все равно надо будет снимать, чтобы удобнее работать. И второй тоже. И все. Вот он. Одна половина диффузора у нас снята. Теперь мы откручиваем здесь четыре болта. Два болта снизу, два болта сверху. М6-головка. И уже сможем снять вот эту часть диффузора. Мы ее снимем вместе с вентилятором. Откручиваем вентилятор и откручиваем диффузор. Получается, мы вентилятор открутили. Четыре болта. Но перед этим пришлось ослабить болт на гидроусилителе, болт натяжителя и на генераторе. Вот теперь мы можем вентилятор вместе с диффузором вытащить. Все, как видно, вот они ослаблены. Натяжитель верхний на гидроусилителе болтик. Вот он. Здесь вот можно через окно на 12. А на генератор снизу тоже головка на 12. Теперь мы снимаем штифт с помпы. И снимаем оба ремня, которые идут на генератор и на помпы. Все, сняли. Шкив коленвала срываем. Болт желательно сейчас мы приподнимем. Зафиксируем маховик. Головка на 22. Срываем шкив и будем уже откручивать вот эти крышки. Болты на головка на 10 М6. Состоит из двух половин. Верхняя и нижняя. И там уже нам откроется ремень ГРМ и ремень балансировочного вала. Болт шкива мы открутили, но шкив снять не можем. Сидит очень плотно. Придется брать съемник и снимать съемником его, чтобы не сломать. Также открутили верхнюю крышку ГРМ. Снимаем ее. Вот наш ремешок. Ремешок слабый. Наверняка он хлопал. Зуб. Зуб непонятно. Зуб частично подъеденный. Самое время его поменять. Залезли. Иначе дальше он мог просто порваться. Вот сделали съемник. Расточили там отверстие. Новое просверлили. Расточили. Закрутили съемник. В коленвал вставили короткий удлинитель, чтобы резьба у нас, болта съемника, не уперлась в резьбу коленвала, чтобы не испортить ее. И ключиком на 19 начали крутить наш съемник. И шкив буквально немножко покрутили, и он у нас пошел. Сейчас мы докручиваем его и снимаем. Вот такой вот съемник. А вон торчит удлинитель, который мы вставили. И все. И резьба целая. И шкив сняли целый. Съемник необходим. Открутили пять болтов. Три покороче, два подлиннее. И снимаем нижнюю часть защитного кожуха. Все. Вот мы видим наши ремни. Первый ремень это у нас ГРМ. А второй ремень это у нас балансировочных валов. Менять мы будем оба ремня. Поэтому сейчас мы выставляем по меткам. Делаем свои метки на ремнях. И снимаем ремни. Выставил я метки. Сейчас покажу, где находятся метки. Вот она метка распредвала. На шкиву вырез краской покрашен. На блоке отлив на зуб подходит. На ТНВД. Вот она метка. Также зуб на... Сейчас попробую опустить камеру. Вот она. Вот этот вот он носик. Это метка. Здесь балансировочные валы. Таким же образом. На крышке носик. На шестерне зарубка. Ее видно совпадает. Снизу. На крышке отлив. На шестерне зарубка. Она совпадает. Балансировочного вала. Также коленвал наш. Вот он. Получается. Вот так вот на виду. Вот он. Отлив. И на шестерне. На крышке. Зазублинка. Все. Это вот. Выставили поверхнее мертвой точки. Теперь мы ослабляем ролики. И снимаем оба ремня. Сначала ГРМ ремень. А потом и балансировочный ремень. Ставить в обратном порядке. Ставим сначала балансировочный. А потом уже ремень ГРМ. Ролики мы будем ставить натяжные новые. Головкой на 12 мы откручиваем болт. Натяжителя. Ослабляем его. И вот этот пружинный механизм тоже ослабляем. Сразу мы сейчас натянем его. Получается. Здесь еще снизу есть третий болт. Все. Как сейчас уже видно, зуб на ТНВД у нас перескочил, когда будем выставлять, все по меткам. Наш ремешок. Теперь мы можем откручивать, полностью снимать ролик, ролик уже шумел, слышно, и он почему-то бьет, он кривой, странно почему он кривой. Новый ролик мы будем использовать фирмы Hyundai. Так, это у нас он, номер 24317-42020. Сразу его наживим на место. Эту можно было не ослаблять гайку на пружине, только два этих болта снять. Все, пружинку мы завели, ролик мы завели, он у нас ослаблен. Теперь мы можем его сразу же натянуть, когда будем устанавливать ремень, он у нас будет натянут. Мы только его расслабим. Вот мы взвели ролик. Теперь мы таким же образом снимаем нижний ремень. Здесь у нас болт натяжной находится между ремнем. также натяжная пружина. Оригинальный ролик мы будем использовать 23357-42030. Здесь у нас пружина стоит на ролике. Поэтому здесь мы ее откручиваем. Снимаем ремень. И снимаем ролик. Это тоже ролик поет. Ремень еще не мертвый, но уже на таком изломе, так изламывать новые ремни нельзя. Здесь уже видно трещинки. Ремни мы будем использовать фирмы SAM. Маленький у нас будет A312YU075. Большой ремень у нас будет A611RU101. Наш новый ремешок. Устанавливаем его. 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 На крышку. На крышку. Краешек. Не на крышку, на ролик. А низ. Заводите на отлив. Здесь можно сделать рукой. Вот я завел. Вставил на место. Видно уже. Ролик натянул ремень. Все. Вы только закручиваете. И подтягиваете. Метки я выставил. Вот она метка на отлив. И метка на отлив. Затягиваем. Теперь мы устанавливаем основной ремень ГРМ. Я как и показывал. Я для себя сделал здесь дополнительные метки. Для моего удобства. Мы будем ставить по ним. Я буду ставить по ним. Все. Я надеюсь. Я так. А. Сейчас я буду ставить по ним. Да. Я так. Я так. Субтитры сделал DimaTorzok Я вот здесь между кронштейном и крышкой вставил отвертый и смог натянуть ролик Вот он, он легко здесь удобно делать Ключом я подвел ТНВД Сначала смотрим мои метки Вот метка я со старого ремня на новый ремень перенес Со старого ремня на новый ремень перенес И вот здесь вот снизу со старого ремня на новый ремень перенес Метки выставил соответственно Теперь смотрим заводские метки Вот у нас отлив на зуб Здесь Вот у нас отлив на зуб И низ коленвал Вот у нас отлив на зуб Метки у нас стоят По нормам Как положено Теперь мы берем Немножко проворачиваем вал Чтобы у нас натяжка ремня была Вот он Видно как он натянут Он не слабый как он был И затягиваем ролик наш Натяжной Сильно тянуть не надо Чтобы не сорвать Также затягиваем Второй болт И затягиваем гаечку Гаечка у нас подтянута Все, теперь мы берем И делаем пару оборотов коленвала Убедиться, что у нас вал крутится Не упирается ни во что Ну как видим Все у нас провернулось Также мы можем сейчас Опять выставить по меткам И проверить соответствие метод Ремень у нас натянут Берем Откручиваем шкив Не шкив, а болт Который мы закручивали Для шкива коленвала Чтобы нам крутить И устанавливаем наши крышки Так, устанавливаем нижнюю крышку Болт коленвала Я выкрутил И так же наживляем верхнюю крышку Берем Берем Дай habil Убираем Откручиваем Убираем theater и затягиваем ее поставил внизу шкив коленвала нажавил его протягивать уже будем потом снизу сейчас берем накидываем ремни шкив накидываем на помпу резьбу ставлю вверх чтобы потом удобнее было ловить ремни новые использовать мы будем оригинальные в комплекте идет их два штуки 25 215 42 041 если по размеру они идут по моему здесь он не указывается 10 на 1100 только два места поставим ремни накинул поймал болтиком выставил теперь берем второй ремень второй у нас будет фирмы линкс 13 750 и тоже его сразу устанавливаем ставим диффузор и ставим вентилятор теперь откручиваем болтик который мы наживили и наживляем и наживляем уже вентилятор все наживил наживляем наш диффузор он у нас крепится четырьмя болтами по периметру и подтягиваем вентилятор вентилятор я закрутил теперь мы натягиваем ремень гидроусилителя таким образом здесь можно на излом взять монтаж и натянуть ремешок затягивается он через отверстие головочка на 12 все ремень гидроусилителя мы натянули а ремень генератора мы натянем снизу сейчас ставим на место нашу половину диффузора заводим и поворачиваем вот до совмещения отверстие здесь все она у нас закреплена ставим на место по трубке одеваем хомут и ставим патрубок на расширительный бачок тоже одеваем хомут заливаем антифриз надел хомуты и здесь хомутик опроновый был высох развалился синенький поставил заливаем антифриз антифриз мы использовать будем фирмы синтек ж 12 красный 1 пятерка у нас ушла полностью сейчас берем 2 доливаем антифриз у нас был до этого зеленый сливали мы его полностью поэтому снимаем расширительный бачок и сливаем с расширительного бачка старый антифриз тоже зеленый бачок вот он прикручен балтику на 10 ну что антифриз и залил ушло у меня 7 литров в бачке в расширительном тоже я слил старый антифриз и залил новый пробуем заводить а потом уже соберем дальше завелся сразу пусть у нас немножко погреет а потом ставим верхнюю крышку ставим крышку подключаем трос ручного тормоза и намного позже ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ и перекручиваем декоративную накладку на ручной тормоз. Ставим крышку Крышку закрыли Устанавливаем сидение И прикручиваем 4 болта Вот они, два сзади, два спереди Все Мы сделали Заменили ремень ГРМ, ролики Приводные ремни На этом все Всего вам доброго